привет друзья в эфире вечерний выпуск программы агапов на даче утром сегодня был утренний выпуск сейчас вечерний тем кто не видел утренний я напоминаю то есть кто не видел я рассказываю что дача это название автомобиля на котором я еду поэтому программа называется агапов на даче и сейчас вечер пятницы поэтому можно было бы отдохнуть но мне мне отдыхается не сидится на месте ровно не могу меня одолевают мысли ехать мне с работы до дома целый час но может быть чуть меньше и меня одолевают мысли в это время мне поговорить не с кем тут никого нет и там никого нет поэтому я думаю и сегодня меня занимает вопросы химии не какой-нибудь какой попал и химия химии веществ вещественной химии причем доказательной вещественной химии ну у любой химии а тем более у химии веществ есть доказательства не все знают какие какие эти ваши доказательства но они есть и вот я задавшился вопросом вспоминаю школьную программу таким образом я тренирую свой мозг извилины шевелю и я вспомнил одно такое понятие из школьной программы химии из программы школьной из школьной программы доказательной вещественной химии это понятие мол единица измерение вещества все знают organ то есть что это такое можно взять любое вещество измерить сколько этого вещества в этом веществе то есть можно например взять свинец에 замерить сколько свинца в этом свинце. И измеряется это ни в чем-нибудь, в чем попало. Ни в каких-нибудь там пернатых попугаях. А измеряется это в абсолютно не пернатых молях. Мы можем сказать, в этом свинце содержится столько-то молей свинца. Если вас учитель спросит, да, вы просто смотрите в таблицу и говорите, вот столько тут написано. Учитель спрашивает нас, а вот возьмите марганец. Сколько марганца содержится в марганце? Сколько вещества марганца содержится в этом веществе марганец? И вы скажете, в этом веществе под названием марганец содержится столько там молей марганцевого вещества. Все, это ваши доказательства. Нет, учитель спросит, а какие ваши доказательства? А вы ему раз таблицу в нос, раз, все. Тут написано. Вопросов нет. Вопросы есть. У меня есть вопросы, потому что марганец любой дурак может измерить или посмотреть в таблицу. Но вот, например, я еду, вокруг меня лес, вот там вот лес, в лесу, например, сосны. Как измерить, сколько соснового вещества содержится в сосне? А в двух соснах? А в трех соснах? Заблудиться можно. Если пойти в сосновый лес и попробовать измерить, сколько молей соснового вещества содержится в одной сосне, или во множестве сосен, или в сосновом бору, сколько молей соснового борового вещества содержится в сосновом бору? Сложно ответить. А если пойти еще дальше, через сосновый бор, прийти в ельник. В ельнике тебя елки-елки покололи, там темно, страшно, поэтому не задерживаемся в ельнике, Идем дальше, идем в малинник В малиннике присматриваемся Близко очень, к веточке наклоняемся И видим малинку, малинка, ягода, малина А на ней сидит маленькая Моль прилетела Причем это моль не какая-нибудь А это особый род молей Моль, которая опыляет малину Поэтому в биологии ее так и называют Это малинная моль И отличается она тем, что Она маскируется, как любое маленькое животное Любое существо живое в лесу маскируется Использует окрас защитный Поэтому под что маскируется малинная моль? Под цвет малины Она малинового цвета Поэтому биохимики и биофизики тоже Они выделяют такой род моли Это малиновая малинная моль Все И вот мы возьмем эту моль Поймали Что? Мы не просто пришли в малинник Зачем просто приходить в малинник? Мы пришли с химической задачей Нам нужно измерить, сколько молей вещества содержатся в малиновой малинной моли Поэтому мы берем эту моль и измеряем Все просто В таблице ответа не было Но мы измерили Мы знаем, сколько Сколько молей Молей или молей, как правильно говорить Сколько молей вещества содержится в малиновой малинной моли Это не какое-нибудь вещество Это не сосновое вещество Это не еловое вещество Это малиново-малинно-молевое вещество Вот сколько молей малинного, малинного-малинного, малинного-малинного моли Малинного-малинного вещества содержится в малиновой малинной моли Это мы измерили Отлично Мы записали даже в таблицу Чтобы следующие поколения не задавались такими глупыми вопросами А просто знали ответ Но, что такое моль? Это просто среднестатистическое молевое животное, у которого есть разные подвиды И, например, подвид моли, который в 10 раз меньше обычной моли, известен науке под названием децимоль Есть моль, которая в 100 раз меньше обычной стандартной моли, известна науке под названием сантимоль И известна точно так же в 1000 раз меньше стандартная моли-моль, это называют ее ученые миллимоль Нас интересует теперь миллимоль, то есть это малиновая-малинная миллимоль Нам нужно измерить, сколько моли вещества содержатся в малиновой-малинной миллимоле И мы измерим точно так же, как в обычной моли, стандартной, это все очень просто Запишем в таблицу, но единицы измерения не очень практичные, потому что миллимоль это тысячная моли Это, ну, где вы встретите такую моль Да, поэтому мы берем рой моли Молевый рой надо найти в малиннике, часто очень бывает, что роятся моли Миллимоля роятся И берем рой, рой моли, взвешиваем, ну, так, чтобы получился ровно килограмм То есть килограмм миллимоли, или кило, мы говорим кило миллимоли И измеряем, сколько молей, малинового-малинного-малинного-малинного-малинного-малинного-малинного-малинного-малинного-малинного-малинного-малинного-малинного-малинного-малинного-малинного-малинного-малинного-малинного-малинного-малинного-малинного-малинного-малинного-малинного-малинного-малинного-малинного-малинного-малинного-малинного-малинного-малинного-малинного-малинного-малинного-малинного-малинного-малинного-малинного-малинного-малинного-мал Но моль и мили-моль, она имеет габариты, длину, ширину и так далее. То есть, в принципе, можно взять все этот килограмм этих мили-молей и разложить по одной в такую длинную колонну, расставить их, каски надеть на них, сабли дать, мили-сабли, мили-каски, разложить и так выстроить, чтобы ровно получилась ровно одна миля. Одна миля мили-молей. Причем мы знаем, что это не просто миля-мили-молей, это килограмм мили-молей на одну милю. Это уже мы давление измеряем. Вот мы можем сказать, сколько мали, малиново-малиново-молевого вещества содержится в киломили-молей. А также мы можем сказать, какое давление оказывает киломили-молей на милю. И вот смотрите, сколько параметров мы уже с вами узнали, записали в таблице. Вы записывали, да? Потому что я за рулем, я не могу писать, я могу диктовать только. Я надеюсь, что вы записывали, дорогие мои дружочки. Потому что это важные параметры. А я не могу дальше говорить. Я предлагаю вам продолжить мою мысль, мильную мысль самостоятельно. А я, дело в том, что приехал уже в город Йоэнсу, мне нужно забирать дочку из садика. А я пропустил поворот. Поэтому я прощаюсь с вами. Всем хорошей, нескучной пятницы, нескучной субботы, нескучного воскресенья. У меня оно будет скучное, потому что буду 7 раз повторять радио-урок по радио, одну и ту же программу. Вот. Но я найду себе другие развлечения. Всем пока. До связи.